Федерация судебных экспертов Тем причинам, по которым они разрушаются И тем методам исследования, которым мы, как эксперты, их подвергаем для установления причин, по которым произошло их разрушение За моей спиной сейчас находится образцово-показательный сантехнический шкаф В котором мы можем видеть металлические трубы, полипропиленовые трубы, регуляторы давления, счетчики воды, контрольно-измерительные приборы, вентили, шаровые краны Все это относится к сантехническим элементам И все эти элементы могут быть разрушены Вследствие чего может происходить залив помещения, а периодически и ни одного помещения Рассмотрим основные причины, по которым вышеуказанные сантехнические элементы могут разрушаться И тем самым приводить к затоплению помещений Первой, наверное, самой простой причиной является внешнее механическое воздействие Что под этим понимается? Например, если в вашей квартире трубы водоснабжения скрыты за кафельной плиткой При этом, поскольку ремонт был уже давно, вы точно не помните их расположение А тем не менее, нужно просверлить в стене отверстие, чтобы повесить крючок Соответственно, начинаете сверлить, попадаете в трубу Просверливаете стенку трубы Происходит затопление При этом, если вы просверлили стояк То вода будет хлестать довольно долго Поскольку самостоятельно вы отключить ее не сможете И придется ожидать приезда аварийной службы, которая отключит воду во всем доме На элементах, разрушенных вследствие внешнего механического воздействия Как правило, остаются следы того самого внешнего механического воздействия По которым при проведении экспертизы, собственно, данная причина и устанавливается Более подробно, каким образом происходит само исследование и определение фактической причины разрушения Помимо внешнего осмотра, помимо исследования следов внешних механических воздействий В обязательном порядке проводятся исследования материала То есть определяется химический состав материала Определяется наличие в нем неметаллических включений То есть от химического состава от наличия неметаллических включений Сильно зависит прочность любого сантехнического элемента Проводится металлографическое исследование В котором мы узнаем о структуре металла Проводится фрактографическое исследование По поверхностям разлома определяется Какого рода этот разлом То есть имеет он усталостную природу Или вызван одновременным, однократным, сильным воздействием Все вот эти результаты анализов в совокупности Позволяют сделать вывод о том В результате чего произошло разрушение сантехнического элемента Следует помнить о том, что сантехнические системы Требуют к себе внимательного отношения И периодического технического обслуживания На этом все До свидания